все друзья тесто замешано и так капуста нарезана фарш у меня готов друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось всем огромный привет наши дорогие любимые самые лучшие подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня у нас с вами в меню пигоди на пигоди необычные а с секретным ингредиентом оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить идеальные вкуснейшие пигоди по-корейски мы начинаем чтобы приготовить вкуснейшие необычные пигоди из редьки нам потребуется сначала поставить тесто для этого берем 1 килограмм здесь у меня просеянной муки 2 чайные ложки с горкой дрожжей или дрожжей в общем учителей русского языка среди зрителей наших много в общем напишите в комментариях 1 чайная ложка с горкой соли и 650 миллилитров теплой воды смотрите первый раз готовила пигоди классические брала 600 миллилитров потом готовила пенсия брала 700 миллилитров мне задавали вопрос все-таки 600 или 700 знаете вот почему старшее поколение говорят что берем муки сколько возьмет тесто что это значит это значит что мука у всех абсолютно разное поэтому в какой-то момент мне 600 миллилитров хватает в какой-то момент другой фирмы муку возьму не хватает поэтому давайте возьмем сегодня золотую середину 650 миллилитров теплой воды здесь у меня когда беру я золотую середину 650 миллилитров получается в принципе всегда тесто потому что бывает 600 возьмешь она прям перебита мукой понимаете а бывает 700 положишь она прям жидкая поэтому беру теперь золотую середину так чашу миксера устанавливаю на место так вот фиксирую можно конечно замешивать руками но можно и миксером кому как удобно значит в муку отправляю одну чайную ложку соли и две чайные ложки сухих дрожжей перемешиваю далее в муке слегка делаю углубления и заливаю 650 миллилитров теплой воды опускаю головку миксера здесь у меня одет крюк для замешивания теста далее одеваю вот такую вот горловинку чтобы мука не расплюскивала и начиная с минимальных оборотов замешиваю тесто постепенно скорость буду увеличивать все друзья тесто замешано все тесто получается посмотрите вот такое мягкое я его вынимаю из чаши миксера посмотрите вот это тесто получается прям идеальная она не липнет к рукам при этом она меня она липнет к рукам но не так сильно вот смотрите видите такой мягкий мягкий пластилин прям самое то для теста пластики посмотрите при этом она мягкая мягкая все я его сейчас в аккуратный такой клубочек сворачиваю отправляю в чашку накрываю либо пакетом либо пищевой пленкой и кухонным полотенцем далее беру одеяло теплое и в это одеяло заворачиваю тесто вот так буквально одним слоем накрываю его одеяло у меня довольно толстая посмотрите плотная и теплая все оставляю тесто на час чтобы она хорошо поднялось и так друзья прошел ровно час тесто очень хорошо поднялось посмотрите мне его необходимо опустить вот так его обминаю руками и опять накрываю пленкой полотенцем и заворачиваю в одеяло и так для приготовления начинки нам потребуется фарш здесь у меня 800 грамм жирного фарша у меня свинина если вы не кушаете свинину берите говядину если говядина у вас постная положите 2-3 столовые ложки растительного масла значит у меня 800 грамм фарша 500 грамм капусты и по вашим рекомендациям сегодня я готовлю из редьки здесь у меня две вот такие редьки общим весом на 470 грамм 1 луковица на 170 грамм и специи и специи сегодня я положу одну чайную ложку кориандра с горой одну чайную ложку паприки это по желанию пол чайной ложки черного перца и соль по вкусу а также нам потребуется 5-6 зубчиков чеснока мои получились общим весом 18 грамм для начала нам необходимо нарезать овощи отберу вот такой станок для нарезания капусты и через этот станок пропускаю капусту мне очень нравится работать этим с этим станком получается быстро и мелко вот так то что не сможет нарезать станок я нарежу вручную там останется совсем чуть-чуть и так капуста нарезана отправляю сюда одну чайную ложку соли пока и перемешиваю и так капусту я посолила и вот так утрамбовала теперь беру установки для нарезания корейской моркови и через этот станок пропускаю редьку вот такая получается стружка сейчас нашинкую редьку потом покажу что делать дальше и так редьку я тоже натерла то что у меня не смог натереть станок конечно же я дотерла руками и отправляю еще одну чайную ложку соли в итоге у меня потрачено сейчас две чайные ложки соли и все хорошо перемешиваю вместе с капустой прям можно все посолила все хорошо утрамбовала смотрите сколько сока получилось мы это потом все будем отжимать столько сока нам для фарша не нужно а тем временем пока я уберу это все в сторону и нарежу лук лук режу как на пельмени сперва пополам затем вот так на полоски не до конца прорезая затем разворачиваю и кубиками тонкими и так друзья лук у меня нарезан сейчас пока уберу его в сторону мне необходимо отжать капусту с редькой посмотрите сколько воды столько воды в фарше нам конечно же не нужно отжимаю капусту с редькой вот так капуста молодая сочная хоть редька не очень сочная но капуста прям посмотрите сколько сока дала все сок от овощей я уже вылила обратно отправляю капусту с редькой миску сюда же отправляю лук нарезанный ранее сюда же отправляю 800 грамм фарша все и специи 1 чайная ложка с горкой кориандра пол чайной ложки черного перца и 1 чайная ложка паприки и сюда же выдавливаю 6 зубчиков чеснока все все ингредиенты для фарша собраны нам осталось все хорошенько перемешать если у вас постный фарш из индейки или говядины то на этом этапе положите еще две три столовые ложки растительного масла все хорошо перемешиваю итак друзья фарш у меня готов смотрите когда отжимаете овощи не переусердствуйте сильно как я отжимать не нужно потому что фарш у меня был прям твердый твердый сейчас он мягкий видите прям такой вот потому что мне пришлось добавить немножко буквально 70 80 миллилитров воды то есть смотрите по ощущениям фарш не должен быть прям жидким мокрым воды не должно быть в нем но при этом он не должен быть прям сильно твердым прям он был сухой у меня и жесткий вот я добавила воды и он стал такой нежный хороший вот такой рассыпчатый при этом он не водянистый поэтому когда будете отжимать просто не до конца отжимайте сок и будет даже еще лучше все фарш готов оставляю пока в сторону можно убрать холодильник но у меня буквально осталось минут двадцать до того как поднимется тесто уже второй раз все скоро будем лепить пеготьки вот такой аппетитный и вкусный ароматный фарш из редьки капусты и мясо у меня получился итак друзья прошел у нас еще один час давайте посмотрим что стало с тестом ох посмотрите как оно поднялось теперь на этот раз еще сильнее все тесто еще раз хорошо обминаю посмотрите какое оно прям пористое получилось очень хорошо поднялось тесто прям посмотрите прелесть слегка подцеплю мукой чтобы не прилипало к рукам по опыту скорее всего фарш у меня останется такое количество ингредиентов когда я беру килограмм овощей и 800 грамм мяса то тогда получается у меня где-то на полтора килограмма муки тесто нужно ставить но я поставила на килограмм чтобы вам точной пропорции сказать смотрите теперь формируем шарики шарики у меня будут весом 80 грамм и в мою мантышницу помещается 14 пигодий то есть мне сейчас надо нарезать 14 шариков по 80 грамм все друзья шарики я накатала здесь у меня ровно 14 шариков их обязательно накрываю пакетом либо пищевой пленкой чтобы они не подсыхали и оставшиеся тесто также накрываю пакетом или пищевой пленкой чтобы она тоже не подсыхала далее далее мне необходимо лист от мантышницы смазать растительным маслом беру растительным маслом вот так тщательно каждый уголок листа смазываю все лист я полностью промазала убираю его в верхнюю часть мантышницы устанавливаю пигоди лепить я начинаю с самого первого сформированного кругляша потому что он уже приподнялся слегка вот так его приминаю и раскатываю 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 не сильно буквально вот толщиной до одного сантиметра видите довольно таки толстая раскатываю далее в центр теста укладываю одну столовую ложку фарша и дальше смотрите с двух сторон огибаю вот так тестом вот и начинаю лепить пальчик указательной в сторону большой в сторону указательной в сторону большой в сторону и так далее если к пальчику прилипает то можно окунуть в муку вот таким образом получается вот такая косичка и устанавливаю в мантышницу далее беру следующий колобочек по очереди который идет припылю все-таки стол немножко мукой и колобочек тоже потому что при лепке прилипает пальцу и получается не очень красивая косичка раскатываю опять-таки не сильно до одного сантиметра в центр укладываю добрую такую столовую ложку фарша далее смотрите с двух сторон вот так вот огибаю этот фарш тестом и начинаю лепить смотрите если припылила мукой и тесто не прилипает к пальцу получит получается более красивая косичка сейчас покажу то есть следите за пальчиками пальчики идут вправо-влево вправо-влево вот видите вот такая вот косичка красивая получается вот так слегка сворачиваю как получается как этот буррито что ли да как это называется напишите в комментариях и следите за пальчиками вправо-влево вправо-влево легко и быстро вправо-влево 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 и так до конца вот такая получается косичка красивая кому нравится ставьте лайки все сейчас таким способом налеплю все пигоди затем покажу что делать дальше итак друзья посмотрите один лист я уже полностью налепила вот такие красавцы у меня получаются значит дальше вот сюда в центр я устанавливаю рюмку у меня довольно таки толстая плотная рюмка которая не лопнет я уже проверяла много раз использовала такой метод далее сверху устанавливаю следующий лист это делается для того чтобы пигоди сейчас будут подниматься потом в процессе выпаривания они еще сильнее поднимутся то есть они увеличатся ну раза наверное в полтора минимум соответственно когда они будут подниматься вот этот вот бортик он слишком низкий и пигоди если поставить без рюмки они просто упрутся в верхний этаж и будут приплюснутыми сверху чтобы этого не произошло и сохранился мой вот этот красивенький узор я ставлю рюмку и сверху ставлю следующий лист сейчас мне его необходимо будет тоже промазать растительным маслом и таким образом налеплю еще один лист так как я использую в центре рюмку в мою мантышницу пигоди помещаются всего два этажа то есть на одном листе 7 и на другом 7 ставлю я их на расстоянии друг от друга потому что когда они увеличатся они прям будут плотно друг другу стоять если этого расстояния не сделаете они прилипнут прям очень сильно все а я тем временем сейчас на люблю второй лист пигоди затем покажу что делать дальше все друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось теперь я это дело все вот так накрываю пакетом опять и на этом этапе устанавливаю нижнюю часть от мантышницы на плиту на самый максимальный огонь за это время у меня пигоди еще поднимутся так друзья вода у меня закипела посмотрите пигоди мои еще немного поднялись уже видите расстояние между ними не такое уж прям большое как было изначально так накрываю крышкой и отправляю на плиту также на максимальном огне пигоди теперь будут париться ровно 40 минут и так друзья прошло у нас ровно 40 минут я отключаю газ и не трогая не прикасаясь даже крышки жду еще 10 минут это очень важно чтобы пигоди не осели и так друзья прошло еще ровно 10 минут крышку я не трогала и наступает час x посмотрите вместе с вами открываю и вот такая красота у меня получилось пигоди абсолютно не осели они все пышные посмотрите ох посмотрите сейчас покажу второй лист и там пигоди какие пышные пышные вот он весь секрет то есть дважды поднимаем и опускаем тесто после того как налепили пигоди даем им еще подняться то есть минут 15 они у нас стоят пока закипает вода и после того как прошло 40 минут ни в коем случае не открываем крышку вот посмотрите видите какие красавцы все один к одному просто шикарные пигоди друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось пигоди очень мягкие нежные просто все пигоди 1 к 1 вот хоть бери на рынок неси и продавать начинай друзья обязательно берите на заметку себе рецепт этот я вам сейчас разрежу одну пигодьку и покажу как это выглядит внутри посмотрите друзья обалденный ароматный фарш полностью пропекся фарш очень вкусный просто запах на весь дом сейчас соседи уже начнут стучаться к нам вот такие шикарные пигоди я вам хочу сказать что запах обалденный как с капустой готовишь пигоди так и с редькой пробуйте экспериментируйте и у вас обязательно получится я всех приглашаю на наш мог банк канал пробовать эту вкуснятину ссылка как всегда внизу в описании под этим видео ну а это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова